Напишите в чате, как меня видно, как меня слышно. Я думаю, все уже пришли, как раз пять минут. Всех приглашаем. Кто еще не дошел, заходите сейчас на вебинар. Кому важно, я думаю, тот пришел. Если вы еще не видите своих партнеров, приглашайте обязательно сейчас еще в комнату. Рада всех приветствовать. Такие все пунктуальные. Молодцы, что вовремя пришли, потому что время у нас очень ценное и очень ограниченное, потому что мы молодые родители, и у нас есть наш хозяин. Так, и тогда приступим. Напишите по 10-бальной системе, как меня видно, как меня слышно. По 10-бальной системе напишите, как видно, как слышно. 10-10, отлично, все хорошо. Хорошо. Добренько. И рада всех приветствовать. Я люблю проводить вебинары, я люблю выступать на аудитории, я люблю делиться полезностями. Это мое. Поэтому сегодня я с вами, и мы вместе все. Тут у меня помощник, поэтому слушаем всех вместе. Поэтому сегодня я здесь и буду делиться, как работаю с новой веб-концепцией. Будет ничего нового, вам не скажу. Ничего. Скажу просто то, что делаю, делала и продолжаю делать. Поэтому начинаем, приступим сразу. Связь нормально. Так, у нас в компании с вами две основные возможности, то есть два основных направления. Первое – это продукт. И мы сейчас поняли с вами, да, что все-таки главный продукт, продукт – это король. И это основное, да. Ну, и вторая возможность – это возможности по плану успеха. И вот в этих двух направлениях нам нужно с вами научиться работать. Но сегодня мы собрались для того, чтобы посмотреть, да, и поучиться, как работать с веб-клиентами. И важный вопрос – зачем уметь работать с веб-клиентами? И сейчас просто короткий ответ. Если, вот, например, да, вы приходите, вы, например, новичок, да, и пускай за полгода-год работы вы себе нарекрутируете 100 веб-клиентов. Веб-клиенты все идут в первую линию. И, например, плюс-минус – это товарооборот 7500 тысяч баллов. И 100 веб-клиентов с таким товарооборотом дают вам доход от 30 тысяч гривен. Я думаю, понятен ответ, четко, конкретно, ясно. Приходим зарабатывать. Компания готова щедро платить. И сейчас для того, чтобы 30 тысяч гривен зарабатывать не на уровне сапфирового директора, а на уровне директора, компания вам сделала вот такие вот условия. Поэтому сейчас, то есть не нужно ждать, не нужно стремиться к уровню сапфиров, чтобы зарабатывать 30 тысяч. Можно зарабатывать эти 30 тысяч на уровне директора, если научиться работать с их клиентами. Научитесь привлекать клиентов, работать с ними и получайте отличный доход. И вот, что хочу сказать, добавить. Эта компания говорила, но это важный слайд, его нужно опомнить. Почему переквалификация пошла, да? То есть мы работали раньше больше на работу, сейчас мы больше на клиент. Потому что у нас все-таки компания вывела статистику и поняла, что мы немножечко в неправильном движении движемся, направлении, да? Но нужно все-таки больше рассказывать о продукте, потому что основа и есть нашего бизнеса – это продукт, да? Люди работу ищут мало, но много людей, 5,5 миллионов людей, которые покупают косметику и продукты такого же ассортимента, как у нас в онлайне. Они где-то покупают, потому что им кто-то это продавал. Мы с вами этого не продавали. И то есть мы теряем клиента, а естественно что? Мы теряем доход. И поэтому компания вот просчитала, пожалуйста, у нас расширилась очень сильно аудитория. Наша целевая – это те люди, которые могут быть клиентами. И вот это вот нужно на это обращать внимание и ценить этот ресурс. Когда мы бьемся в поисках бизнес-партнера, мы мимо пролистываем наших потребителей косметики онлайн, да? Которые… А где деньги у компании? Деньги у компании от товарооборота, от клиента. Поэтому… А деньгами компания делится с нами. Поэтому, ну, суть ясна и очевидна, поэтому нужно в этом направлении перестроиться, двигаться нам. И почему Арифлейм тоже это важно знать, понимать в комплексе, да? То есть если вы этого не поняли еще, не разобрали вот эти вот наши целостный комплексный подход к красоте, вот эти вот наши инновации, вот эти вот наши креативы, да, вот эти вот наши ученые, научные исследования, вот это все – это наши огромные преимущества перед другими компаниями, перед другими фирмами, перед другими продуктами. И этот продукт у нас есть с вами, да? Это европейская бьюти-компания прямых продаж номер один более 50 лет на рынке. Более трех миллионов партнеров бренда и потребителей. Это 100% ингредиентов, проходят экоэтический скрининг, экологичность, этичность – это все у нас есть. Более 11 миллионов евро в год отдается на благотворительность. Это ценности компании. И более, да, 1,2 миллиона продуктов «Арифлейм» реализуют каждый день по всему миру. Вот просто посмотрите на эти цифры. И когда спрашиваешь, есть клиент или нет клиента, люди говорят, нет, никто не хочет. Ну, я этому не верю. Я знаю, что есть люди, которые любят продукт, которые полюбят продукт через нашу рекомендацию. Потому что наша задача – рассказывать про вот это, про эти преимущества. И теперь идем к этому слайду. Продукт – это основа. Продукт. От продукта будет товарооборот. Через продукт приходит вип-клиент. И вот рекрутирование – это приглашение людей на продукт. Мы с вами, партнеры, партнеры компаний приглашают других людей в онлайн-каталог совершать выгодные покупки. Напомню, что мы даем клиенту. Качественный продукт по доступной цене. Многие, как делают это предложение, вот, ну, я тоже, ну, у меня тоже есть и партнеры. И когда это примитивно делать, это предложение, да, тогда люди не соглашаются. Нужно гордо, с приподнятой головой говорить про наш качественный продукт по доступной цене, про наш кэшбэк 15%, про быструю доставку, про бесплатную доставку, баллы лояльности, подарки, консультация, поддержка от компании, отдельная горячая линия. Это все для клиента, потому что клиент и продукт – это король, это самое главное, да. И компания все делает для того, чтобы этому сегменту людей было хорошо, да. А мы про эти возможности рассказываем. Наша с вами задача – говорить о продукте, говорить о его преимуществах, о его качестве, о преимуществах покупок онлайн, показывать результаты с продуктом на себе, делиться отзывами и рекомендациями своих и партнеров. И тогда, вот тоже сегодня проводила встречу девочки, девочка говорит, что, ой, я просто не пользуюсь продуктом. И в моем окружении никто не пользуется продуктом компании Reflame. И я говорю, как я вас понимаю, потому что 9 лет назад я была такая же. Я не знала продукт компании, и с моего окружения никто не знал продукт компании. Сейчас мое окружение, мне кажется, на 80% перешло все-таки в эту компанию через мои качественные рекомендации. Потому что я так говорю об этом продукте, потому что я есть 100% потребитель этого продукта. И поэтому это все легко и с удовольствием. Поэтому. И идем сейчас дальше. Это просто вот основа. Про него, про вот эту основу нужно рассказывать постоянно, да. Ну вот многие просто ждут конкретных, конкретных рекомендаций. Скажи мне, что делать. Я говорю, сейчас вот таких вот вариантов я накидала 17 вариантов. Эти варианты есть у меня на канале, ну то есть у меня есть канал, закрытый канал для нашей команды. Это все взяла с канала, с закрытого для команды, перенесла сюда. И ничего не скрываю, потому что вот как говоришь, человек все равно думает, где-то есть закрытая информация, какая-то волшебная кнопка. Это вся информация открытая. Я просто говорю, почему не получается, люди, потому что не берут и не делают. И все. И все. Я думаю, что эти варианты привлечения вип-клиентов по моим рекомендациям есть у нас уже неделю-две в работе. Единицы начали использовать. И поэтому у единиц начался результат. Сидеть, ждать какой-то волшебной кнопки ее нету. Неделю, когда начался каталог, мы неделю были в Турции. Мы только говорили, ну как бы мы еще не делали, мы только говорили о том, что может работать и так дальше. Но когда приехали сюда, я поняла, что надо все-таки брать это все и показывать на личном примере, потому что по-другому это не работает. И все. И вот, пожалуйста, за неделю такой результат. И вот конкретно делимся, как этот результат достигнет. И сейчас вот таких вот просто вариантов будет 17 слайдов. Что самое первое, да? Вот. Посмотрите действующий каталог. Но в нашем случае я рекомендую наперед теперь уже, да, идти на опережение. Посмотреть каталог новый. В четверг мы с командой, оффлайн-командой, мы уже идем на фотосессию, берем продукты с этого каталога, ходовые, которые есть у нас. Берем 6 продуктов и делаем фото с ними для того, чтобы потом на протяжении каталога просто выкладывать качественный продающий пост со своими личными рекомендациями про этот продукт. Нам не нужно сейчас, если мы вот стали больше говорить про продукты, запуливать каждый день картинки с каталога на страничку. Вот, купи, это тут суперклассно, кэшбэк и так дальше. Нет. Нужно тоже как бы логически мыслить и думать, да. Смотрим каталог. Может быть, кто-то любит эту тоналку. Я этой тоналкой не пользуюсь и я не могу про нее рассказать. Я буду выбирать тот продукт, которым я пользуюсь, который есть в моем любимом ассортименте, да. И об этом продукте, о шести таких самых ходовых классных продуктах, которые я люблю, которые я могу вкусно рассказать, преподнести, про эти продукты я буду рассказывать на протяжении следующего каталога. То есть вот это вот первый вариант, что нужно сделать. Выбрать с каталога и план себе составить в неделю два поста, то есть не нужно сразу шесть, вывалить шесть постов продуктовых и так дальше. Вы же пишите на своей страничке, каждый развивает свою брендовую страничку, да, то есть на брендовой страничке, я говорю это за брендовую страничку, у вас есть что-то о вас, что-то о бизнесе, что-то о продукте. И вот сегодня пост о бизнесе, завтра о семье, послезавтра о продукте. После-послезавтра о бизнесе, о семье, о продукте. И у вас красивая есть картинка и в перемешку идет и та, и та, и та информация. На личном брендовом аккаунте вы можете об этом рассказывать. Вот, ну, то есть я, конечно же, акцент на высокобальные продукты. Это Novage и Wellness, конечно же, можно разбавлять там помадами, тушками и так дальше, но основа – это Novage и Wellness, это те продукты, которые дают результат. И если вы ими пользуетесь, вы их любите, у вас в любом случае будет какой-то про них результат, и вы сможете это хорошо описать. И если вы написали сегодня пост про этот продукт, вы не думайте, что прям сразу к вам повалили миллион клиентов. Делайте уникальную какую-то информацию, да, эксклюзивную, уникальные фотоинформации, не просто с сайта. Вот у меня был пост про кальций. В этом каталоге у нас есть по скидке кальций, да. Вот, когда вы выставляете, также выставили вот это вот фото про ваш продукт, важно еще про него рассказать, его продублировать в сторис. В сторис не так, что просто продублировали и все. Я как работаю, да, то есть вот сегодня я хочу с вами поделиться информацией про кальций. Кальций сама пью, семья пьет, у него такие преимущества, вот я вам написала, кликайте, читайте, изучайте, смотрите. Дальше, подтверждаю фактами в карусельке видео от компании. У нас есть классное видео про все продукты Новый Эйдж, про все продукты Велнес, это уже информация от эксперта. Это мое личное мнение, а есть информация от эксперта. По моему личному мнению, может взять один-два, но люди любят узнавать, ну, качественную информацию еще, да. Может быть, мне не доверяют, потому что это холодный контакт. Поэтому я даю еще информацию от эксперта, потом я даю еще описание с сайта, потом еще какие-то, ну, дополнительные картинки, да, то есть где у нас там с продуктов, с каких продуктов можно взять кальций и так дальше. Вот просто можно на мой пост посмотреть. И это все можно дублировать, все, что вы там в карусельку выставили, это все можно отдельно продублировать в сторис. Можно сделать папочку актуальное у себя, например, отзывы по Велнес, отзывы по Новэйдж, ну, там, декоративка, парфюмерия, чтобы потом, когда у вас люди интересуются, чтобы быстро найти. Когда у вас на страничке есть 10 тысяч подписчиков, вот я поставила, да, пример, как можно ссылочку свою реферальную именно на этот продукт. Если пишете про кальций, зашли, сгенерировали на каталог ссылку на кальций, свою реферальную, прикрепили, кто-то клацнет, увидит, почитает, увидит цену, ему станет интересно, и он может погрузиться к вам как вип-клиент. Можно разбавить информационными картинками, сказала, в карусельку тоже сказала. Люди доверяют вам, и, конечно же, личный опыт, когда вы принимаете, пользуетесь этим продуктом, да, просто обычных куча картинок с каталога, они не так работают, поэтому... И смотрите, как же это работает. Если я периодически делюсь, вот есть у меня моя аудитория, которая за мной наблюдает. Если я периодически делюсь, вот это в этом каталоге, у меня акцент на кальций, вот глобально, да, но перед этим люди видели у меня кальций, хоть когда-никогда я все-таки в сторис показываю, что там я кальций ела, пью и так дальше. И тогда у людей уже идет доверие. Люди не будут сразу, что вы выставили. Эта публикация у меня была на рекламе на Тархете, съела 12 долларов, с нее никто ничего не купил, но я не приверженец того, что мне нужен результат здесь и сейчас, очень быстро, вот сейчас я там Таргет и так дальше, этого Таргета сейчас очень много. Напишите в чате, кто выставлял уже какой-то продукт на Таргет и у кого с Таргета были заказы. Я думаю, таких людей очень мало, потому что сейчас все ринулись в Таргет и идет очень большой слив денег. Вчера тоже от компании был вебинар, как не сливать, но это все нужно в комплексе, то есть не будет такого, началась веб-концепция, все подались в Таргет, сделали какой-то один пост и повалили заказы на кальций, вот просто все люди толпами бегут вам заказывать кальций. Но как бы это мой опыт, может быть у кого-то есть другой, послушаем потом, да. Но люди ставят себе на галочку. Вот я узнал, были сохранения этого поста, и это уже хорошо, да, потому что кому-то этот пост был интересен, поэтому будьте уникальны со своей информацией. Уникальной информации в чатах тоже много, поэтому, ну, смотрите и это все выкладывайте у себя. Дальше. Это про один вариант, 20 минут рассказывала, сейчас будем ускоряться. Второй вариант, как рассказывать про продукт. В том каталоге было дуже мало замовлення, самое старое, да. Запланировать себе три дня в каталог, один день в неделю для проведения продуктовых прямых эфирах. То есть, ну, тут нужно тоже запланировать. Вот, например, да, там первая среда, у меня всегда будет эфир распаковка каталога, да, распаковка заказа, то есть такой прямой эфир. Потом можно делать прямые эфиры, мастер-класс по уходу, мастер-класс по косметике, по декоративке. Вот Богдана пишет, у меня прямые по понедельникам. Да, вы выберете какой-то день, когда вы проводите, чтобы у людей это уже было. О, сегодня у Богданы будет прямой эфир, я к ней пойду, потому что ваша аудитория за вами наблюдает. И вам нужно для вашей аудитории делиться этой информацией. Старайтесь выбрать более вечернее время, чтобы ваши подписчики, ну, очень круто, что можно загрузить это в HTV, что люди потом посмотрят. Так, дальше. Записывать распаковку своего заказа в каждый каталог. Я это делаю уже очень давно, и я это рекомендую своей команде, своим партнерам. Но, опять же, кто-то делает, кто-то не делает. Я это делала давно еще, до веб-концепции. И вот, вот смотрите, как происходит покупка. Вот у меня человек, вот девушка, это скременчуга. Вот она говорит, я видела видео у тебя, захотела попробовать. Но я ее знаю 10 лет. И вот только-только, когда она пересмотрела не одно видео, а это была не одна уже серия моих видео, чем моих рекомендаций, она начала у меня заказывать серию NoVage. Это очищающий гель, это очищающая пенка, это она заказала у меня витамин С по каталожной цене. Это омега-3, она регулярно теперь заказывает. Но она не сразу пришла. Она не пришла ко мне после того, когда я ей скинула. Вот, приходи, у меня тут очень много разных скидок и выгод. Она смотрела на мои результаты, наблюдала, и после того уже доверие вот настолько переросло, что она уже готова платить деньги за этот продукт. Это ценность выше цены, и все. Поэтому записывать распаковку. Распаковки смотрят больше всего на ваших... Я снимаю свои заказы видео. А кто не может проводить прямые эфиры? Как тогда рекламировать? Я говорю, сейчас будет 17 вариантов от меня. Тут было не только про эфир. Первый вариант был писать посты. То есть вам это подходит? Подходит. Вот, вот, и опять же, вот вопрос, почему не можете проводить эфиры? Если есть на это уважительная причина, не проводите прямые эфиры, есть еще 16 вариантов. Выбирайте с тех вариантов, что подходит вам. Я не заставляю никого делать прямые эфиры. Я говорю то, что работает у меня. И все. Поэтому я даю то, что работает, показываю, как это работает. А вам уже выбирать. Хочу делаю, хочу не делаю, могу делаю, учусь делаю и так дальше. Алена, вообще сколько примерно приходит людей по таргетингу, если не учитывать этот каталог? Это вопрос не ко мне. Вот, распаковку. Делаем распаковку интересную. Люди это смотрят. Я делаю распаковку со своими детьми, вовлекаю детей. Здесь уже и процесс, и вовлечение детей в этот процесс, и мужа. И поэтому это интересно. И идем дальше. Вот. Как я проводила распаковки сразу? Вот, первые там у меня, на моей страничке было там 193. Там есть и нулевые просмотры вообще. С легкостью на таргете в каталог робила 350-400 баллов. В этом у меня пока 200. Ну вот это вот очень хороший результат. Можете поделиться потом с командой, как это делаете. Я так не умею. Очень хочу, но не умею. Я умею так, как рассказываю. Ну, это тоже хороший вариант. Так. Вот моя первая распаковка 193, да. И вот сейчас какие распаковки, когда уже 3000 просмотров. В любом случае, кто-то смотрит, кому-то что-то интересное. Если бы не было интересно, не смотрели бы. Дальше загружать свои HDV-видеообзоры любимых продуктов. И делать... Светлана пишет. Я снимаю в офисе, где забираю заказ. Не всегда ребенок может быть со мной при заборе заказов. Я не всегда делаю распаковку. Вы не воспринимайте мои советы буквально. Ну, можно и самому. Я делаю распаковки и сама на офисе. Их нужно делать не одинаковые. Их нужно делать разные, чтобы их было интересно смотреть. Потому что если вы будете делать постоянно распаковку на офисе в одном и том же месте, оно уже надоест. Ну, это фильм. Вам нравится? Ну, как смотрите сериал. Вам нравится смотреть? Ну, у людей ничего не происходит. Они только достают продукты с одной и той же коробки на одном и том же месте. Ну, это приезд, и оно не будет интересно. Поэтому, ну, это нужно... Мы и на природе делали последнюю распаковку. Ну, как бы, мотаться где-то, да, креативничать. Вам нужно быть интересным людям. Ну, и, конечно же, в этих распаковках давать еще какую-то информационную пользу. Загружать в HDV свои видеообзоры любимых продуктов и делать это регулярно. В HDV, вот опять же, мои первые HDV, там тоже и ноль просмотров было, и там 10, 20, 30, 150. Потом, когда я уже делаю сейчас, да, уже просмотров больше, и это людям интересно. Опять же, про работу не так интересно, а про продукт интересно большему количеству людей. Дальше. Я веду канал YouTube тоже, заливать свои видеообзоры на YouTube. У меня таких видео уже 107 за мой период работы. И есть отдельный плейлист на канале YouTube с обзорами, да, вот видно, да. Ну, и вот просто посмотрите, да, через мои видеообзоры. Есть видеообзоры и не просто там, ну, просто видеообзор. Я не какой-то там супер-мега-крутой видеограф, да. Они не профессиональные, они просто, как я там делаю пилинг или делаю очищение аппаратом Skin Pro, и 4000 просмотров есть. Кто-то смотрит, кому-то интересно. У меня есть много заказов на аппарат Skin Pro. И так дальше. То есть это все работает. Понятное дело, начинается это все, ну, с какого-то первого видео. Все там могут мне говорить, о, конечно, у тебя там, ты уже умеешь. Ну, а как я этому училась? Посмотрите, зайдите на мой канал YouTube, где просто, ну, такие видео. Ну, они первые, они не профессиональные. Они с нуля, и так начинается ваш личный бренд и ваш рост. Вы, ни один человек сюда не придет с готовыми мозгами, с готовой, ну, может, с готовыми мозгами, с готовой головой можно и прийти. Но все равно первый видеообзор, он не будет супер-пупер профессиональный. Он будет в любом случае корявенький, кривой и так дальше. Но нужно с него начинать, нужно загружать, нужно усовершенствовать, нужно учиться, постоянно учиться. И это приносит результат. Шестой вариант. У меня есть мой плейлист по ВЛСу. Я его тоже давно веду, еще он видео у нас на первой квартире. Тоже многие могут сказать, так у тебя есть где снимать. На первой квартире у нас не было где снимать. Снимали в уголке. На заднем плане у нас разбитое стекло на дверях балконных. И ничего страшного, снимали, как могли, учились и все. Нужно как-то это делать, да. Поэтому, ну, я создала еще отдельный плейлист по ВЛСу. Мне очень удобно сейчас, когда люди спрашивают, можно информацию подробнее. Я загружаю видео по ВЛСу от компании, профессиональные. По ВЛСу нужно давать качественную информацию. Есть и мои рецепты, как мы готовим, что я там по ВЛСу делюсь своим примером, своим результатом. Но есть профессиональные видео от компании. И сейчас я их загружаю к себе на канал YouTube. Я даю человеку, возможно, человек где-то поделится этим видео, да. Но всегда у меня прикреплена моя ссылочка на регистрацию. А сейчас вы можете вставлять реферальную ссылочку в описании. И ваша ссылочка органическим путем, она пойдет гулять по интернету. Поэтому это тоже вариант. И очень удобно, что недолго потом искать нужные видеоролики. Я захожу на YouTube, захожу в плейлист Wellness. У меня там 20 видео. И я выбрала то, что мне надо. И человеку быстро сбросила. А не ищу где-то там в чате по Wellness от компании, от нашей или где-то еще. Поэтому вот это вот для удобства. Дальше. Сделать креативную распаковку заказов в прямом эфире. Очень отличный вариант. Это вот нашего партнера, который есть. Вот тут уже пишет комментарии. Ну, это мне понравилось. И я это сделаю, приглашу подружку и буду тоже с ней распечатывать. И как раз, ну, это креатив. То есть, пожалуйста, вот и в прямом эфире, и люди заходят, и люди вовлекаются. Людям интересно. Вот все. И посмотрите, 612 просмотров. Кто-то смотрел, ну, как бы кто-то какие-то выводы делает. Люди же не просто так смотрят. Люди постоянно делают какие-то выводы. Сегодня посмотрел, ничего не заказал. Завтра пришел на эфир к Марине, посмотрел, заказал. Послезавтра пришел, привел другого, чтобы другой заказал. Да, все. А это проще простого. Достали вместе с подружкой. Вот Наташа Шлопак тоже проводили втроем распаковку. И это интересно. И заходят и знакомые, и незнакомые, и те, кто наблюдают. И все. А можно загружать информацию официальную про продукт на личный YouTube? Конечно, можно. Я загружаю. Все эти видеоролики от компании можно перезаливать на свой канал YouTube и прикреплять свою ссылку. Восьмой вариант. Сделать совместный эфир с партнером распаковка заказа. Вот тоже был у Богдана Лысюк. Это наш партнер. С Лидой проводили, вот, делились, что у нее, что у тебя. И Богдана тут. Очень приятно, что лидеры с большой буквы смотрят этот вебинар. Так, вот, тысячу просмотров. Люди смотрят это. Значит, это интересно. Значит, людям это, ну, это заходит. И все. Ну, вот это вот факт. Это факт. И я говорю, возможно, они сразу начнут бежать и покупать этот вот набор маникюрный и так дальше. Но люди услышали нужную, важную информацию. И вот я хочу сказать, вот я, вот, например, как люди покупают, да? Вот смотрите, как люди покупают. Я когда-то у Путевленко, это блогер, смотрела, и она там делилась. Вот белые кроссовки, и она там каким-то средством очень круто, ну, вот, маскировала. То есть, когда кроссовок уже старенький, уже потертенький, да? Она там рекомендовала, ну, вот, какое-то вот классное средство, после которого кроссовок опять белый. И у меня есть белые кроссовки, вот они новые. Но сейчас, вот, сегодня я шла и смотрю, но у меня уже как-то потертый кроссовок. Думаю, точно, я зайду к Путевленко и вспомню, ну, то есть я помню, где я это видела, да? И я думаю, зайду, и я перейду по той ссылке, которую она рекомендовала, и там я смогу это взять. Но у меня в памяти оно осталось, что оно хорошо маскирует вот эту вот уже потертость, и я знаю, где это взять. Точно так же ваши люди, когда им надо будет, когда у них маленький ребенок родится, и им надо будет вот такой вот маникюрный набор, они уже видели, это у Богдана, они зайдут к Богдане и спросят Богдана, как можно заказать. Ну, люди не сразу покупают. И вот это вот средство для того, чтобы почистить кроссовки, я видела его полгода назад. Но покупку я совершу, пускай она даже будет через полгода, да? Дальше. Приготовить любой wellness рецепт в прямом эфире. Многие смотрели, вот две тысячи просмотров. Приготовили этот рецепт вместе с семьей, вместе с детьми. На следующий день мы готовили этот рецепт на офисе вместе с командой. Деткам понравилось, мамам понравилось. Очень классный рецепт правильного завтрака, чиправильного перекуса, чиправильной вкусняшки для детей, для родителей, для мужей. Вот, пожалуйста, это полезная была информация. Внизу я написала рецепт этого рецепта, который готовила. Все, люди принимают решение не сегодня, но завтра. Вот, нужно пять-семь касаний, а вообще есть тоже, ну, я не знаю, где-то слышала, 25-й кадр. Когда 25-й раз человек услышит, вот тогда вот щелчок, о, точно, мне это надо, да? Вот мне надо этот маникюрный набор или мне надо вот этот вот сырный продукт сделать с коктейлем wellness. Все, и тогда люди вернутся к вам. Дальше. Накраситься в прямом эфире. Вот, пожалуйста, девчонки любят смотреть, как правильно краситься, используют, совмещаем. Используют, совмещаем ты, конечно же, смотрят и узнают про наш продукт. Я использую свое время, да, то есть я крашусь, но параллельно, я все равно крашусь, да, по утрам. Но параллельно вышла в эфир, пообщалась, накрасилась, сохранила, и опять 1400 просмотров есть. Люди знакомятся с моим продуктом. Когда нужна будет помада, они придут и скажут, о, Ир, я видела, как ты в прямом эфире это делала, мне понравилось, и я хочу тоже. Пожалуйста, вот это вот работающий вариант. Вариант записывать короткие 14-30 секунд продуктовые ролики для сториз. Красиво, да? И посмотрите, эти ролики, ну, пишу их недолго, но, понятное дело, нужно начать. Сначала тоже они у меня были корявые, непонятные, но нужно начать, да? И вот мы ролики записываем, и когда с командой встречаемся, да, вот это вот ролики тут тоже есть, когда мы были на командном отдыхе. И, ну, это все заходит, это все смотрится, и этим всем еще нужно поделиться и с командой, чтобы и команда, то есть есть ролики с лицом, есть ролики без лица. Это можно даже дать в команду, как инструмент рабочий. Это у нас тоже есть. Вот, и когда вы пьете, к примеру, пребиотик, я вот пью пребиотик, мне пребиотик нравится, и следом красивый ролик с музычкой. И вот, ну, мне нравится такое смотреть. Я такое смотрю, и, ну, вот я люблю, мне нравится вот эта вот картинка. Ну, я не аудио, а визуал. Я люблю глазами, да? Поэтому, ну, когда это красиво преподнесено, тогда это покупается и привлекается веб-клиент. Дальше. Делитесь искренне своими результатами. Если есть результаты по Wellness или на Wage, показывайте до и после, замечайте изменениями и делитесь с ними в Stories. И вот, как началась история моего Wellness изменения, Wellness изменения вообще наших партнеров в команде, этот пример был не только примером для моих вообще незарегистрированных людей, да, этот пример был примером и для партнеров, для директорского состава, когда мы начали просто регулярно вот просто марафонить так, чтобы сбрасывать лишние килограммы, делимся ими и через эти истории, сейчас я тоже покажу, как через эти истории люди приходят на Wellness и на Wellness Life+. Вот, люди спрашивают, что нужно для такого результата. Я людей консультирую, то, что я вам рассказывала. И я не, ну, консультирую индивидуально. Нету шаблона. Это дорогостоящие продукты. Здесь нужно подход. Спрашиваю, да, рассказываю. Еще вот, ну, тут все написано, да. И потом прикрепляю информацию от компании, да, то есть это вот супы от компании, видеоролик, Wellness Pack, коктейли, все, все секреты Wellness. Я не даю там большие вебинары, я даю коротенькие. И тогда человек принимает решение, надо ему это или надо. Кому-то дорого, кому-то нормально, да. Кому-то расписываю программу Life+, подписка. Ну, то есть это с человеком нужно общаться лично. И вот, пожалуйста, следующее, да, то есть как привлекать клиентов на Life+. Пока еще не выходить, нужно свой личный результат. Так будет потом выходить. Смотрите, сейчас, ну, то есть мне интересно Life+, как это для веб-клиента. И что мы делаем в этом каталоге? Мы подписываем маму как веб-клиента на Wellness Life+. Это вот очень много плюсов, да, то есть дарим родителям здоровье, покажем маме результат, ей нужно тоже сбрасывать. Заодно проверяем, как работает программа Wellness Support от компании, потому что от компании поддержка, вот Лена пишет, хочу научиться продавать Wellness, я тоже хочу, я не умею. Я хочу знать, как это делать профессионально, поэтому я иду в Wellness Support для того, чтобы знать, какая там поддержка, для того, чтобы мочь потом рекомендовать Wellness Support от компании. Программа Wellness Support будет работать, 10, 11, 12, 13 каталог. Я хочу успеть еще, поэтому я самый первый в Wellness Support иду сама и иду уже со своими партнерами. Мы еще и в партнере тоже, с партнерами флешмоб устроили, сколько человек нас идет для того, чтобы потом мочь это рекомендовать дальше. Все хотят научиться продавать Wellness, поэтому я рекомендую пойти в программу Wellness Support. Там вы получите рекомендации на каждый день, как это. Вот, многие не знают, что такое Wellness Support. Это что-то как марафон, да. То есть те люди, которые впервые делают Wellness Live подписку в этом каталоге, они могут зарегистрироваться по ссылочке, которая есть во всех от компании чатах на Wellness Support и на 21 день попадают в комплексную поддержку от компании, где компания будет рассказывать, что такое продукт Wellness, какие нужны тренировки, какой нужен сон, какая нужна вода, какое нужно питание для того, чтобы сбалансировать комплексно свое питание и для того, чтобы получить результат в красивых формах. Поэтому все начинается с нас. Пока мы не знаем, что такое Wellness Support, мы не сможем это рассказать и это порекомендовать другим людям. И вот, пожалуйста, у меня есть в этом каталоге два клиента, ВИП-клиента на Wellness Live Support. Одна – это девушка, которая наблюдала с нашего списка знакомых. Аня, она была у меня на страничке, она знает все эти результаты, тем более я делюсь своими результатами и делюсь всем. Вот, тем более я координую ведомый диетолог. От меня люди не так слышат информацию. Вот эти люди, которых я провела в Wellness Support, они услышат там качественную, профессиональную информацию. Они от меня, просто мои эмоции. Я просто рекомендую эмоциями. И вот Аня наблюдала, смотрела, плюс я делюсь результатами моих партнеров у себя в Stories. Это уже идет, опять же, следующий щелчок. Блин, не только у Иры это получилось. Еще получилось это у Иры Цуркан. Очень хорошо получилось. Я вот поделюсь еще и твоими результатами. И вот у нас пошло уже вот такой вот флешмоб. Уже начали делиться наши партнеры своими результатами. И вот бесконечный поток новых результатов. А люди как? Люди хотят похудеть, хотят выглядеть хорошо. И они видят, что этот результат приносит не только мне, потому что если делюсь только я своим, ну мне что повезло, да. А если я делюсь еще 20 результатов следом, 20 дней, 20 результатов, 20 касаний. И человек потом спрашивает, здравствуйте, я хочу похудеть, как принимать велнес и сколько он стоит. Первая девушка это была, Славик ее консультировал, но смотрела она результаты у меня. Славик консультировал, она стала вид клиентом. Вторая девушка это незнакомый человек. Она написала мне в Фейсбуке, мои сторис дублируются в Фейсбук, с Инстаграма не всегда. Бывает дублируются, бывает не дублируются, но эти дублировались. И она спросила. Я ответила, я зашла, я не впихиваю, не впариваю. Я просто зашла на страничку. Я смотрю на человека. Я посмотрела, девушка с Кременчуга. Я хочу дать качественную информацию. Я не хочу впарить, чтобы человек потом не понял и просто сказал, что это все фигня. Я вижу, что вы с Кременчуга. Я бы могла предложить вам встречу и подробнее рассказать. Была бы такая возможность. И дальше у нас пошла переписка. Мы встретились на офисе. Я дала попробовать. Я дала брошюрку по велнесу. И мне потом она написала, девушка, что я хочу на Live+. Я уже с ней познакомилась. Мы обменялись телефонами. Она мне написала, хочу на Live+. Я ей просчитала разные варианты. Конечно же, для того, чтобы просчитать человеку, прочитать и для себя, прочитать и для мамы, прочитать и для мужа. Сядьте, просчитайте просто. И я знаю, что я говорю. И потом она мне написала, хочу на Live+. Позвонила, потому что я не сразу ответила, но она уже не боится, не стесняется мне позвонить. Она позвонила, и мы оформили Live+. Все, она уже сегодня получила заказ. Ей пришли пробники. Она довольна, что ей пришли пробники. Ей пришел каталог, и ей уже пришел кэшбэк. 336 гривен. Все, человек доволен. Я его качественно проконсультировала. И это был путь. Это не сразу, не в один момент, что я выбросила вот с мой результат или вот супер-велнес-суппорт. Это был проделан путь. И идем дальше. Создать продуктовую. Ну, это тот вариант. Если вы еще не умеете работать очень круто с продуктом. Ну, я не скажу, что я круто работаю. Я очень хочу круто работать, но я работаю просто своими эмоциями. И не знаю, бывает название ингредиентов. Я не могу прочитать, как называется ингредиент на английском языке. Я всегда пропускаю это слово, но я просто своими эмоциями, то, что мне приносит этот продукт, как мне он нравится. И только через это люди влюбляются точно так же, как влюблена я. Но можно учиться и, конечно же, если мы это делаем, продолжаем учиться. Дальше. Вот для тех людей, которые еще, ну, вот просто от себя еще не могут, да, вот создать продуктовую страничку в Инстаграме. Только самое главное, не называть Арифлейм. Называть своим уникальным именем. Бьюти-эксперт Катерина, бьюти-эксперт Ирина. На своей страничке я консультирую. Я бьюти-эксперт по красоте. Работаем с шведским продуктом. У нас есть онлайн-кэшбэк, онлайн-покупки и ссылочку реферальную прикрепляем к профиле. И план работы на продуктовой страничке. Два-три поста в день выставляем. Берем посты. Есть Арифлейм-канал продуктовый. Есть крутые рекомендации от Надежды Дроздовой. То есть, если это продуктовая страничка, там вы можете не только вы, да, там будет только продукт. Там нет вашего личного бренда. И там вы можете просто продукт, красивые картинки брать уже с этого канала. Очень много картинок есть на этих каналах. Ну, красивые берите. Не просто картинку с каталога, а красивые картинки. Можно самому наделать. Есть в командах, кто-то делает, делится, да. Поэтому два-три поста в день описываем. А я тоже не всегда запоминаю компоненты. Всегда говорю, давай я тебе в личку уточню, так как я могу сейчас только поделиться своим. Я тоже так говорю. И ищу видео какое-то от компании. Спрашиваю, подайте мне видео про эти ингредиенты. Хочу поделиться с клиентом. Ну, то есть, ну, не страшно, что я чего-то не знаю. Я вообще ничего не знаю про эти ингредиенты. И, честно, и знать не хочу. Ну, хочу, но не сильно. Потому что я доверяю полностью 100% компании. Если мне надо кому-то дать информацию, я знаю, где эту информацию взять. Ну, про ингредиенты, про составы. Ну, я не косметолог, я не диетолог. Это расскажет диетолог Александр Куща и так дальше. Ален Мавон расскажет в своих видео. Я думаю, я всегда так, да. То есть, рекомендациям доверяю. Поэтому кто-то по-другому делает. Я делаю так. Дальше. Два-три поста в день выставляем. Описание пишем. Цены не пишем. Потому что цены из каталога в каталог меняются. Цены для бренд-партнера одни, для вип-клиента другие. Цены на страничках продажных не пишем. Очень важно подготовиться к этому процессу. Потому что есть странички, ну, просто, ну, убогие. Ну, просто, ну, некрасивые. Ну, просто недооформленные. И мы начинаем на них писать целые какие-то, целые какие-то петиции. Вот эти вот людям в личку. Это не работает. Сядьте, создайте эту вот красивую страничку. Два-три поста выставили. Вы посмотрели гармонично, не смотрятся, негармонично. Нравится вам, не нравится. И вот просто посмотрите визуально на свою страничку. Вы бы купили на этой страничке. Вы бы поинтересовались у этого человека. Просто есть классные картинки на каналах Арифлейн. Найдите. У нас есть для нашей команды создан канал скрипты ЛТО, где есть очень разные картинки, которые можно в карусельку. Есть отзывы, которые можно в сториз. Есть видео от Надежды Дроздовой, Воробьевой и так дальше. Есть описание с сайта, есть описание другие. То есть это можно брать, этот готовый инструмент и вставлять в себе на страничку. У нас с Олей вела продуктовая wellness и косметика на одной страничке. Можно, конечно, можно. Ну, можно. В принципе, у меня есть продуктовая страничка. Я на ней еще в процессе. Продуктовая страничка, я не знаю, там wellness, ну, wellness труднее на страничке продуктовой продвигать. Wellness нужно все-таки, ну, можно пробовать. Можно все пробовать. У меня есть партнеры, у которых есть wellness-странички. Если вы будете там день у день рассказывать какие-то факты про wellness, будут люди, которые будут это покупать. У нас, то есть, вот эта вот продуктовая страничка, я вам хочу сказать. У меня есть видео на моем канале YouTube. Продуктовую страничку у нас вела мама. Ей было 69 лет. Она вела продуктовую страничку, и у нее на продуктовой страничке были заказы. То есть, можно это делать любому человеку. У меня есть видео на канале YouTube. Поэтому и она брала с канала скрипты. Она брала эти посты, выкладывала, дублировала в сториз, добавляла людей на страничке ежедневно. Ей просто сказали мы с Олей, да, мы ей показали. Добавляй людей, пиши людям, которые подписались, есть какие-то предложения. Выставляй в сториз, и все, она это делала. И у нее были заказы, и у нее были клиенты. И через ее труд она в свои 69, она плохо видела, и она уже не разбирала, но она это делала. Ну, просто когда человек говорит, я не могу, или у меня не получается, вы просто еще даже не делали. Если у человека есть стремление, ну, он может. У меня есть это видео, я показывала. На этой продуктовой страничке есть более чем 3-4 тысячи подписчиков реальных, живых, которые мама там за полгода или за год ежедневно, ежедневно добавляла. И, ну, просто если есть цель, нету никаких препятствий, и все. Поэтому не можем выставлять. Я могу скинуть потом страничку, ту, которую вела мама. После того, я ее еще не вела, у меня не было надобности, но сейчас я хочу продолжать ее вести для того, чтобы показывать результат, как приходят клиенты с продуктовой странички. Все это есть. У нас есть у партнеров, которые, ну, просто нужно разобраться, вести, и все будет. Дальше. Пример приветственного письма сейчас на продуктовой страничке. То есть не нужно тоже забрасывать, не нужно тоже забрасывать. И в наш чат, я скидывала когда-то это видео про маму страничку. В наш чат пример приветственного смс на страничке. Их можно разные делать. Я просто накидала примерным предложением, ну, более-менее интересным, профессиональным, не спам. Да, ну, то есть здравствуйте, рады дружбе с вами. На моем аккаунте вы можете, ну, то есть это тем людям, которые уже к вам добавились. То есть ваша задача делать 200-300 подписок ежедневно, каждый день. На моем аккаунте, потом к вам добавляются, вы пишите. На моем аккаунте вы можете найти лучшие предложения в сфере красоты, ухода, здоровья. Делюсь лучшими предложениями, акциями, скидками. Помогаю оформлять онлайн-покупки выгодно и экономно для семейного бюджета. Вы ранее покупали онлайн? Завести знакомство. Все, не просто, ну, там, все скидки, 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 давай покупай. Просто вы ранее покупали онлайн, и человек вам уже откроется. Ну, не факт, но в любом случае отзывов их немного, да, там со 100 будет 10, но все равно и накопительный эффект работает. И дальше, вот, пожалуйста, два варианта. Если человек говорит, да, супер, я тоже давно покупаю онлайн, это экономия времени в первую очередь, экономия бюджета, так как нет лишних переплат. Покупаем напрямую у производителя качественный продукт. Вы уже сделали влюбление в ваш онлайн-магазин, в ваш качественный продукт. Также в нашем онлайн-каталоге для вас при покупках возвращается 15% кэшбэк. На следующие покупки доставка, даже домой. И плюс накапливаются баллы, которые можно обвинять, скинуть вам наш каталог. Если ответ нет, раньше покупала, то есть, ну, с возражением работаем, но много тратила времени на поход и выбор. В онлайн-магазине попробовала, мне понравилось. И опять же, это экономия в первую очередь. А еще экономия времени и экономия бюджета. И дальше то же самое окончание. Скинуть вам наш каталог. Кто-то будет говорить скинуть, кто-то не будет говорить. Но вы познакомились, вы предложили свою помощь. Вы предложили со стороны помочь, а не со стороны впарить что-то. И все. И идем дальше. 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 Вариант теплый круг. Славик, иди сюда. Сейчас про теплый. Ладно, давайте я дорасскажу свои. А потом Славик расскажет про теплый круг. Он у нас просто супер-вип-рекрутер. По теплому кругу он поделится. Дальше. Вариант. Это для тех людей, у кого уже есть терминанты, спящие. Вот работала тоже по таким людям. Здравствуйте. Мы с вами когда-то общались. Вы регистрировались в Арифлейм. Хочу с вами поделиться очень хорошей новостью. Вы слушаете. И дальше я диктую в голосовом. Когда человек пишет, говорит мне да. И я диктую в голосовом. И диктую ту информацию, исходя из того, какая была переписка у нас до. По какой причине он терминировался. По какой причине он уснул. И так дальше. И стараюсь индивидуально к человеку. СМС для всех одна. Но дальше уже голосовое на диктовую разное. И вот, пожалуйста, дайте кого гляну. Каталог скинула. Вот каталог. Вот так. И по терминантам. Я прохожусь. И есть люди интересующиеся. Если этот человек работал, а не просто покупал, то запись будет. То ему на диктовую вариант про работу. Ну, вот так вот. Я хочу сказать, вчера, вчера проработала таким методом в Абере. Вот таких переписочек у меня было 55. И еще было 45 в Инстаграме. С этих людей только люди начинают смотреть. То есть с этих людей еще не было у меня ВИП-клиента. То есть 55 и 45. То есть за вчерашний день просто было 100 контактов. То есть все дело в действиях и количественных действиях. И, ну вот, я написала такую смсочку. Кто ответил, дальше я начинаю переводить в качество. Терминанты – это те люди, которые были уже в компании и которые уже терминировались. Если вы новичок, у вас таких людей нет, вы работаете по предыдущим вариантам. Дальше, 17-й вариант – рекомендации. То есть в любом случае мы каждый день где-то с кем-то общаемся. И вот у меня есть человек, у которого я регулярно делаю покупки. И вот, ну, пришло время, я ей написала. Жанна, у меня есть к вам предложение бартерное. Да, ну, как бы. Я работаю в Reflame. Она наблюдает за мной. У нас хорошие отношения. То есть такие-такие преимущества. Она мне отказала, да. Но так как у нас хорошие взаимоотношения в Инстаграме, она сказала, что я бы хотела узнать более подробно про Wellness. Хочу порекомендовать своего знакомого человека, вас, своему знакомому человеку. Вот она дала мне контакт. И дальше я про Wellness веду переписку. Уже это пошла рекомендация. Вот так. Славик, иди сюда. Сейчас Славик расскажет про теплый круг. И немножечко, еще пять минут у меня завершение. Вот. Иди. Ну, там есть даже подсказка, можно почитать. Я там кое-что написала. А где вам? Всем привет. На самом деле я буду рассказывать намного меньше. У меня все намного проще. Я просто вот купила такую футболку с надписью VIP. И ко мне повалили VIP-рекой. Чуть позже скину ссылочку. Проходите, покупайте через меня. И у вас будет очень много VIP. Именно так сейчас очень много людей хотят заработать на сетевиках. Предлагаю свои разные платные услуги. Знаю, что о проблемах сетевиков предлагают решение их проблемы за определенные деньги. Поэтому рекомендую вам не вестись. Все обучение есть в командах. Даже больше. А здесь единственное просто все зависит от вашей энергии. С какой энергией вы будете обращаться к людям. Как вы будете обращаться. Так они будут вас и воспринимать. Я тут немножко в сторону отошел. Сейчас по поводу того, как я рекрутирую VIP. Я, как и все, долго думал над предложением. Как предлагать вообще проверить вот эту программу. Как подключать VIP. Формулировал свое предложение. И потом, как бы, когда я думал, я вспомнил, что много моих знакомых, когда у них, даже которые занимают там какие-то крупные должности, там, это может быть сотовая связь, там, или банковский работник. И когда у них там по плану какие-то нужно выполнить акции, они звонят кому? Звонят своим знакомым с просьбой поучаствовать в их акциях для того, чтобы выполнить план. Ну, они просто вот с уверенностью, классная акция, вот, воспользуются, да. Они с такой энергией, вроде, как будто, ну, а когда они мне звонят и обращаются, как будто это мне полезно, да, чтобы я поучаствовал в их акции. Хотя таких разных предложений очень много и таких акций очень много. Но, как я знакомый и как они с такой энергией обращаются, я просто беру и пользуюсь тем, что они предлагают. Вот, следую ихними инструкциям. Поэтому я без малейшего коренья совести начинаю звонить всем своим знакомым, которые не в Арифлейм, с которыми у меня был какой-то там контакт. Я пользуюсь их услугой или пользовался когда-то услугами ихними. Или когда-то у меня там что-то заказывали. У меня... Пользовался с кем-то. Ну, тут я что-то в глупости какие-то подсказываю. И, ну, или кто-то когда-то пользовался и заказывал у меня продукцию Арифлейм. И, как бы, начал к ним обращаться. И тут же я начал... А, с предложением протестировать новую ВИК-концепцию, новую программу. Шведы разработали специально для Украины. Для очень удобного и там суперского, суперудобного пользования людей для заказов, для покупок. И с просьбой протестировать, да. Я просто так рассказываю. Я не задумываюсь. Многие, я замечаю, задумываются, как я вот скажу там за доставку. Если там дешевле, меньше закажут, там, чтобы она платная, то все. Нет. Я вот рассказываю, что вот надо, во-первых, надо ее протестировать. Это все классно, это все этот. И люди с удовольствием это делают. Ну, я сделал сейчас просто, как бы, много задач. Сделал всего 10 звонков, 6 ВИПов. Сразу согласилось 4. 4 согласилось тоже, но они, как бы, тоже заняты постоянно своими какими-то там делами. И просто это дело в процессе. Но я уверен, что они тоже сделают. То есть, кому я не звоню, когда правильный подход, люди соглашаются без проблем. Также еще хочу рассказать о своем наблюдении, что я заметил. Есть еще, вот у меня много знакомых, которые живут не в городе, а там по селам, по поселкам, по районным центрам, где нету вот этой всей изобилии, да, где нету конкуренции, где меньше продукции разные, меньше разных компаний, проблематично туда доставка и так дальше. Или доставка денег. Ира, возьми, потому что оно слышно очень. Ну, и этот. И что я заметил? Вот когда я обращаюсь, а в этих же поселках, селах есть люди, есть люди, которые также хотят за собой ухаживать, у которых тоже есть деньги. Я вам скажу, сейчас там есть люди, у которых очень много денег, даже больше, чем у людей, у которых в городе. Но они также хотят удобства, они также хотят заботу, но при этом готовы заказывать, но не знают где. Ну, по крайней мере, как бы приходят там на новую почту, если есть, или на Укрпочту, но это тоже там пришло забрать и так дальше. И когда я им вот говорю, что есть адресная доставка, адресная доставка, они не спрашивают, сколько оно там будет стоить, бесплатно, наплатно, это очень их радует, очень их радует. Я вот, честно говоря, протестировал изначально на своих родителях. И когда вот приехал курьер, мне позвонили родители, позвонила мама, и она с таким удовольствием рассказывала, что приехала им доставка, там описала, и тут и микроавтобус, хотя я не просил, и того, и дядька, и все описала, все классно. То есть им понравилось вот это внимание, что к ним приехали, что-то привезли. И потом я как бы пошел там по знакомым, и сейчас им очень понравилось оформление, есть там нюансы, мы их как бы исправим. А сейчас они как бы ожидают вот свой заказ. Поэтому я сделал себе вывод, что целевая аудитория, где вот проблемно что-то купить, наша целевая аудитория именно там. Люди хотят пользоваться, им нравится, и вот у меня есть там вот отзывы ихние, что вау-класс, если все придет, все будет нормально, будем пользоваться, потому что мы все равно заказываем, но только ждут, кто-то им привезет, потом нужно будет встречаться, забирать, ну то есть проблематично. Заказы делают они хорошие, они скупляются, как вот, я не знаю, очень хорошо скупляются. Поэтому всем рекомендую обратить внимание на таких людей. Ну вот, может есть у кого-то вопросы? Адресная доставка? Да, да, адресная доставка в сельскую мисс Цейвис. Я же говорю, проверил. Сегодня маме дошло. Да, сегодня маме дошло, очень довольны, приехала вот микроавтобусом, привезли. Все довольны, все как бы, все получилось. Все, спасибо за внимание. У меня тоже есть такая футболка, только Славик одел мою, теперь я одела его. Вид. Так, и следующее, что я хочу добавить, включаем логику. Но самое главное, не просто делать автоматически, механические действия. Сказали 200 смс, сижу, пишу. Думайте, кому пишете, как пишете, с какой энергией, с каких страничек, какие слова, какие шаблончики, какие смс, чтобы там не было ошибочек. Мы, сколько дней шел заказ в село? Мы сделали маме заказ... Сегодня пришел, сегодня вторник, мы сделали в субботу. В пятницу ночью. В пятницу ночью. 2-го числа, 2-го числа. Ну, как раз же наложилось просто суббота-воскресенье. 2-го числа мы сделали, когда мы были в рейтингах. 2-го числа. Вот. Поэтому нормально. Так. Первый заказ по полной цене. Ну, я не говорю, что это полная цена. Ну, это цена продукта. Ну, мы же, когда заходим в магазин, мы же не знаем, какие там скидки. Ну, мы покупаем, а потом, когда нам дают уже карточку на скидку, да, а потом приходим туда еще раз покупаем. Ну, как бы, я не говорю, что это полная цена. Я не говорю, что у меня эта цена другая. Ну, вообще, ну, вообще, ну, с теми ВИПами. Ну, если они знают цену ДЦ. Одна девушка знала цену ДЦ, она пошла, купила там, где ей предложили по ДЦ. Мы с ней работали по Велносу. И я просчитывала, у меня целый просчет, вот есть, вот целый просчет. Она хотела купить Велнос Бэк, вот целый просчет. Я просчитывала, если по ДЦ, если по полной, но вернут 15% кэшбэка, потом вы получите продукт, потом вы не переплачиваете 59 гривен на новой почте. Но она выбрала купить там, где ей предложили по ДЦ. Ну, как бы, тут такое дело. Так, мы работаем в Мира Мой, международной компании ТОП-10 Мира. Нам важно знать продукт, нам важно любить продукт, делиться искренне рекомендациями, не навязываться, не впаривать. И когда вот мне начинают, когда я даже делаю предложение, люди говорят, отца впаривать, я говорю, я никому ничего не впариваю. Мы делимся просто своими жизненными рекомендациями. Люди покупают через рекомендации, люди не покупают через шаблоны. Можно делать поток людей на страничке, развивать свой личный бренд, чтобы люди доверяли, становились вашими клиентами, покупателями, партнерами. Так я работаю. И, понятное дело, добавляем поток людей через странички дополнительные, но просто вести странички так, чтобы это не казалось спамом для людей. И компания готова за это щедро платить. И дальше про возможности, то есть мы рекрутируем и бренд-партнеров, конечно же. То есть я рассказала, как рекрутировать вип-клиентов, то продолжать рекрутировать бренд-партнеров тоже надо. Рекрутинг бренд-партнеров – основа для роста по маркетинг-плану. При рекрутинге вип-клиентов можно быть директором с хорошим доходом, но при рекрутинге бренд-партнеров можно иметь рост по карьерной лестнице, премии, автопрограмму и путешествия, но не такой большой доход. Но если рекрутировать и вип-клиента, и бренд-партнера, будет и доход, и карьерный рост, то можно иметь все выгоды в комплексе. И путешествия, и машины, и что там у нас еще, премии, и так дальше. Выбор за вами. Хотела мне на карту скинуть деньги за заказ. Я ей сказала, что бесплатная доставка курьером и кэшбэк-пятнадцатый. Ответ был спасибочки и куча поцелуйчиков. То есть ей, конечно, я говорю, что это будет... Ну, у меня одна девушка, которая, ну, которая хорошая моя знакомая, я ей высылала по ДЦ, да, но я ей высылала, и она платила за 59 гривен за новую почту. Как только, как только появилась вип-концепция, я ей сказала, теперь ты будешь заказывать для себя и не переплачивать за новую почту. Баллы будут накапливаться, и будет кэшбэк. Она вот сделала, тоже сегодня написала уже отзыв, все получила, все круто, еще и пробники мне вложили, и каталог за одну гривну. Ну, то всегда она платит за каталог, или я плачу за каталог. Ну, то есть, получается, если человек покупает по полной цене, ну, то есть, но он переплачивает, если покупает по цене дистрибьюторской, он переплачивает 59 гривен за доставку и 12 за каталог, то есть это уже почти 100 гривен, да. А так, эта экономия, ну, она залаживается в эту цену, но потом за нее вы получаете продукт по программе лояльности. Ну, все равно выгода, выгода одинаковая. Вот, просчитайте просто покупку wellness pack'а. 953 гривны, цена дистрибьюторская. То есть, и 59 гривен цена доставка на новую почту, плюс 12 каталог. Это, получается, 1024. Первый раз клиент за wellness pack платит 1192. Это первый раз всего лишь. Потом ему все возвращается, и дальше он платит 1014, а в этом случае 1024. А тут платит 1014, но у него 168 баллов накапливается, но у него 168 баллов накапливается, и он меняет три подарка по 50 баллов, или один подарок за 100, один за 50. То есть, в любом случае, эти первые 180 гривен, которые он переплатил, вроде бы как, да, но сервис лучше, поэтому все то же самое. Як заказать проблему вип-клиенту? Было сегодня видео от компании, я еще не знаю. Вот, и выбор за вами. Ну, то есть, мы продолжаем рекрутировать и клиента, и бренд-партнера. И следующее. Самое главное, дело не в вип-концепции. Ребят, согласны? Дело не в вип-концепции, дело в нас. И почему получается? Почему? Ну, потому что, ну, я люблю продукт компании, я люблю возможности компании. Я не работаю в компании. Это мой повседневный стиль жизни. Я живу этим бизнесом, вы видите сейчас, да. Я не была даже в декрете, да. У нас пять месяцев ребенку, мы не были, ну, мы полноценно продолжаем жить так, как и жили. У меня нет разделения семья, бизнес, команда. У нас все взаимосвязано. Уважаю, ценю и спонсоров, и компанию, и партнеров, и команду. И мы, ну, как бы это одно целое. Всегда в теме. У меня нет выпадений. Сегодня работаю, неделю отдыхаю. Даже когда мы отдыхали, я тоже немножко расскажу. У меня нет депрессии. Ни в каком, ни в какой ситуации. Я не разрешаю никаким ситуациям выбивать меня из колеи. Даже самые страшные ситуации, которые были у нас в жизни, даже смерть мамы, даже, ну, какие-то там, может быть, болезни, но у нас такого тоже нет, никогда ничего не выбивает. Это мой бизнес, и это то, что самое важное у нас в жизни. Я благодарна компании за все и даже за отсутствие товара на конец каталога. То есть, чтобы, ну, компания мировая, компания с 55-летним стажем, опытом, она знает. Она знает лучше, чем я. И она знает, что делает. Да, поэтому благодарна за все ее добавления, за все ее акции. Понятное дело, что-то докручиваем, что-то дорабатываем. Показываю свой личный пример. Это, ну, это мой спортивный интерес, да, то есть, ну, мы так, мы так живем и делимся своими личными рекомендациями. И я не теоретик, что просто рассказываю, а не делаю. Я все сделаю, потом рассказываю. Перед этим, чтобы вам рассказать этот вебинар, мы это все сделали сразу, и потом мы рассказали. Для меня важно быть примером для команды. То есть, ну, лидер в сетевом – это лидер в сетевом. Лидер работает всегда. Люди работают, когда хорошо. В сетевом обычные люди работают, когда хорошо. Когда есть рост, когда есть продажи, когда есть зима, Новый год, праздники и так дальше. Очень много скидок, очень много подарок в каждый заказ. И от спонсора, и от вышестоящего, и от компании подарок подарком погоняет. Но лидер работает всегда. Я работаю всегда. Мы работаем всегда. Вот это вот наши принципы и ценности. Мы не ждем, мы не ждем акцию, мы не ждем вип-концепцию. Мы работаем не от случая к случаю, мы работаем постоянно. Вот мы были на отдыхе, мы отработали полностью все 10 дней. Как вы партнеру бренда, новичку объясняете, что нужно оплатить 280 гривен? Не говорят, что это вложение. Ну, вы сами думаете, что это вложение. Я не думаю, что это вложение. Я рассказываю про возможности компании. Возможности компании могут изменить вашу жизнь. Они могут вам помочь зарабатывать от 30 тысяч гривен. Они могут вам помочь зарабатывать премии от 1000 долларов. Они могут вам помочь путешествовать 2-3 раза в год бесплатно с семьей на отдых. Эти возможности могут вам помочь ездить на новой машине. У вас будут подарки, скидки, продукт. Вы будете хорошо выглядеть, у вас все будет хорошо в семье. Вы готовы со мной сотрудничать? Вам нравятся эти возможности? Если вам нравятся эти возможности, 280 гривен вообще не станет каким-то препятствием. Как вы предлагаете этот бизнес? Я вообще про эти 280 гривен не говорю. На каком этапе говорите новичку, что регистрация 280 гривен. Когда провожу первую встречу? Я рассказываю про возможности. Потом, когда человек говорит, что нужно делать, потом... Ну, просто это ваш блог. Таня, кто это пишет? Это не наш партнер. Но это ваш блог, 280 гривен. Я когда устраивалась в банк на работу, блин, уже просто время, я когда устраивалась в банк на работу, я ездила в Полтаву на стажировку три раза. Это было не 280 гривен. Меня муж на машине возил. Ну, как бы я хотела работать в этом банке, но там нужно было пройти стажировку в Полтаве. Все. Если я хочу, если человек хочет эти возможности, вообще я не буду... Если человек не хочет, я не заставляю. Вот, мы отработали на отдыхе. Кто-то будет отдыхать, а мне это в кайф. Нам это в удовольствие. Мы кайфовали, когда делали эти крутые фото. Ну, и все. Ну, мы с каталогом везде. Мы каталог там и смотрели, и изучали, и продукты, и какие-то идеи. Ну, как бы мы этим живем, и все. И нашу семью помогла создать компания «Рифлейм». Мы создали ее раньше немножко, но она не такая была. И все, кто меня знает, раньше не такая наша семья была. Сейчас наша семья такая. И мы любим свое дело. У нас все получается. Бывает не все возможно, да, не сразу. Но, извините меня, ну, как бы, если бы я работала официантом сейчас сутки, муж был бы здесь с маленьким ребенком, чей как, чей он на заводе, чей он за границей месяцами, когда у меня есть подружка, которая точно так же родила ребенка, и муж у нее уезжает на 2-3 месяца. И она вот такими вот крокодильными слезами плачет, потому что она хочет, чтобы муж был рядом. У меня это все есть. И как можно, ну, я готова за это заплатить 280 гривен. Если человек не готов, пускай смиряется с теми возможностями, которые есть у него на данном этапе. Полюбите процессы не только выгоду. Многие ждут только результат, не отдаются на полную. Очень много работаем с партнерами, знаем, ну, если у человека есть какая-то корыстность, извините меня, тут не будет этот человек. Нужно отдаваться этому бизнесу. Нужно отдаваться людям, нужно отдаваться этой работе. Нужно верить преданным, быть в компании, верить в продукт, верить в людей, верить в результат, верить в вип-концепцию. Вы видели у меня на страничках, мы когда были в Одессе, мы дурачились, мы смеялись, мы видео записывали, мы верим в вип-концепцию. Все, да, это новое. И сейчас немножко есть, ну, как бы, терны, дозирок. Они есть, что-то не так, и компании нелегко, и нам нелегко, и вам нелегко, но лидер берет и делает. Поэтому мы, понятно, интересно просто, как сейчас новичку говорится, платную регистрацию, интересно ваше мнение как спикера. Я сказала, я, ну, я ничего не скрываю. И пишу и в сторис, и пишу и в постах. И, то есть, если человек хочет получить больше, чем скидка, а вот эти все перечисленные возможности, то, пожалуйста, плати 280 гривен и начнем с тобой работу. Все. У меня все. Если было полезно, можно будет просто потом написать свой искренний, честный отзыв в чате. Команда Косатка или в нашем, или в Инстаграм. Можно написать в Инстаграм. Я люблю эту работу. И готова работать даже полдесятого вечера, когда ребенка нужно укладывать спать. Но мой ребенок тоже любит эту работу, и он очень сильно благодарен компании «Арифлейм». И один, и второй. Второго еще даже нету. Где-то гуляет. Поэтому, ну, тут просто, тут все внутри вас. Ну, не в ВИП-концепции дело, но внутри вас сидит этот вот, этот вот лидер, готовый бежать впереди паровоза и действовать. Всем успехов! Вижу знакомые фамилии, знакомые имена. Скоро увидимся на банкете директоров. И всем новеньким нашим партнерам желаю увидеть для себя перспективы. И не ждать результата сегодня, не ждать результата через месяц. Просто качественно делать свою работу каждый день. И тогда вы увидите результат однозначно. Все. Целуем, обнимаем. Пока-пока. Запись будет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова